Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев встретился с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андреем Цариковским, который находится в республике с рабочим визитом. Стороны обсудили результаты расследования рабочей группы Центрального аппарата службы по выявлению картелей, проведенной совместно с прокурором Дагестана и Республиканским управлением ФСБ. Приветствую гостей Владимир Васильев подчеркнул, что у руководства Республики и Федеральной антимонопольной службы общая задача наведения порядка в Дагестане, в том числе за счет развития конкуренции. Очень важно, что мы на первом этапе нашли понимание, взаимодействие. Работа ваших специалистов придала особую эффективность, я бы добавил, и глубину процессу расследования дела, которое велось вчера на совещании с прокурором разговаривали, мы сопротивляли эту работу. И, насколько я знаю, вышли еще на одну крупную делу по картельному сговору. Для нас это очень важно, потому что это позволяет на будущее сократить масштабы нецелевых средств, которые взимались из бюджета и уходили на другие цели. Мы рассчитываем на дальнейшую работу. Андрей Цариковский передал главе Дагестана справку о работе группы и рассказал об итогах проведенных проверок. Комиссии по рассмотрению возбужденных дел по антиконкурентным соглашениям Андрей Цариковский возглавил лично. Была достаточно большая группа, около 30 человек из Центрального аппарата Виталий Тайр-Горбулы, специализирующих именно на расплате карты. Было проведено три очень большие системные проверки. Результатом двух из них по фармацевтическому комплексу и по дорожному строительству были возбуждены дела. Очень крупные карты. Фармацевтика – это сумма пока неправомерно полученного дохода ориентировочного около 8 миллиардов рублей, дорожных средств около 17 миллиардов, то есть это 25 миллиардов. Возбуждены два дела. Возбуждены проведения комиссии по этим делам я и дурак вам потом доложить о результатах расследования перед вашей встречей с Игорем Юрьевичем Артемиевым. И думаю, что на этом заканчивается активная фаза, но отнюдь не заканчивается наша работа.